привет всем здравствуйте с вами катя мирошниченко сегодня здесь на имя фиша word сегодня нас с вами стемпинг будем его разукрашивать и если последние разы я показывала все время что-то более романтично более женственно сегодня покажу что-то более веселое более неформальное все-таки гаму решила использовать это soulful morning могу без этой коллекции поэтому мы сейчас сделаем на основе градиентов из этой коллекции стемпинг будет у нас реверсивный будем красить его лаками для стемпинга краской для стемпинга всем здравствуйте девочки да здесь во имя фиша word я сейчас также веду эфиры очень кстати классный был эфир на прошлой неделе поэтому кто пропустил лепку обязательно посмотрите у нас на той неделе была лепка в пятницу по моему так вы что поехали какой я пластиной буду работать выбирала выбирала ну скорее всего буду две пластины совмещать хотя в принципе можно взять вот эту вот одну здесь как раз у нас есть элементы которые я буду раскрашивать и для сложности фона мы будем обязательно прокатывать первый слой стемпинга второй будем красить и еще добавим градиент все это вместе будет смотреться сочно сложно и в этот раз у нас не сильно романтичные дизайны так предлагаю сделать зелененький давайте зеленый с голубым 416 и 412 так только чтобы фотографировала да вот так сделаем чтобы мы прям рассмотрели что у нас эта пластина из последней коллекции весна-ленький это она неформальная потому что если помните у нас одна пластина такая более романтичная цветочки бабочки стрекозки и листики кустики вот а это более неформальная сейчас я вот так вот поближе покажу так причем даже знаете я сейчас передумала мы градиент не будем делать мы сделаем градиент в самом стемпинге поэтому если фон например голубой то прокатывать будем радужно зелененький возьмем например и вот такой цвет короче номер девять и номер восемь так сначала нам нужно сделать покрытие эти типсы с моего аккаунта я вчера вела прямой эфир классный с новыми слайдерами это кстати мой новый маникюр я уже сегодня примеряла примеряла думаю все это мой новый маникюр буду делать кто пропустил обязательно зайдите на мой аккаунт посмотрите я работала с новыми слайдерами очарование 112 ира оранжерея 111 очень вкусные необычные оскар де лоренто знакомьтесь посвящено оскару де лоренто очень классный модный дом такой стиле дольче габбана но чуть чуть больше утонченности и женственности а второй вариант тогда сделаем с градиентом именно в самом фоне сейчас мы делаем без градиента фон мы просто делаем однотонное покрытие но градиент сделаем фоновом стемпинге потом обязательно сделаем реверсивные сверху все элементы раскрасим так сушим чтобы сделать сейчас паттерн с переходом мы берем вот такой светло-зеленый это тоже новая коллекция кто пропустил у нас пастельные оттенки появились сиреневый голубой еще розовый так сушим 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 прежде чем делать стемпинг все-таки я очень часто просто могу обезжирить фон либо пересушить поверхность либо вот проще взять текла стоп без липкости и нанести топ без липкости я кстати с этим голубым уже отходила кто помнит не был роскошный голубой маникюр с этим цветом техники nail crust это было великолепно сейчас конечно очень многие пишут про то что это наверно самый лучший маникюр который у меня был за всю историю вот такая техника nail crust цветами правда необычно потому что в основном в технике nail crust я всегда делала что-то орнаментальное был период когда я делала всевозможные куколки мишки зайчики мишутки элементы baby а здесь получается такая флористика причем без патинирования тоже очень классно смотрится весы если ваши представители да есть один творческий партнер он живет нью-йорке продает продукцию ими а второй творческий партнер вот я сейчас не за он жил раньше в нью-йорке сейчас по моему лос-анджелес переехал вот ну если что напишите здесь мне в директ менеджеры вам пришлют контакты все подготовили громкая дверь да сделали теперь будем делать реверсивные степени демпинг для этого мы даши попросил тебе водички сейчас секундочку я почищу так для реверсивного проще всего брать черный здесь можно красить кстати цветным но я наверное буду возможно красить беленьким потому что здесь уже так достаточно много цвета сейчас сейчас даша тебе нальет дитя ну вы видите что я работаю ну так черники сначала раскрашиваем беленький кого бы отпечатать наверно этот грибочек лаком не очень удобно красить потому что конечно лак моментально схватывается чуть-чуть подсушили здесь эта штучка ну ладно так а губы давайте губы отпечатаем а для губ возьмем красный цвет или розовый ладно пусть будет розовый вот эти губы точно так же можно взять двухсторонний скотч кусочек я люблю работать с двухсторонним скотчем мой и второй кусочек раз-два убрали все лишнее также возьмем розовые зубки белые не знаю где у меня красный лак по хорошему надо было сделать красным было бы прикольней ну пусть розовые у нас будут губы единственная кисточку рекомендую брать какую-нибудь которую не жалко и лучше не брать синтетику лучше брать колонок потому что колонок он от жидкости моется и не портит ворсу в принципе синтетика конечно быстро выходит из строя если каждый раз так лаком и и чуть-чуть подождали чтобы подсохло кстати если переживаете что не отпечатается можно проходить место будущего отпечатывания ультрабондом и тогда сто процентов отпечатается вот этот реверсивный стемпинг но для этого нужно сначала пройтись и перекрыть вот этот первый слой стемпинга иначе ультрабонд он просто может разъесть разъесть всю поверхность так хочется какое-нибудь слово наклеить или вот отпечатать можно вот отсюда взять для композиции черненьким да будет хорошо все принципе вот этот вариант готов в данном случае так как присутствует очень много лака смотрите очень много лака лучше взять первый слой топ слайдером перекрыть а потом уже наносите любой финиш который вы привыкли использовать суши например если я люблю ультрашайн да я просто второй слой уже делаю обычный финиш вот в этом случае тогда вот эти места где большое количество лака присутствуют а это как раз где гриб где губы чтобы это все у нас не поднялось потому что есть клиент аккуратно ходит ничего не поднимется на самом деле а есть кто вот именно вот в этих местах сгрызет очень легко топ подсушили и вариант готов смотрите сейчас мы сделаем также реверсивный стемпинг но давайте дальний план мы прокатаем одним цветом но градиент будет в самом покрытие здесь мы сделали градиент в стемпинге а мы сейчас сделаем градиент в самом покрытии вы держите краску открытую нет конечно же я стараюсь не держать краску открытую просто я сейчас веду эфир чтобы не тратить время каждый раз на открывание и закрывание я пока сейчас так оставила в обычной жизни естественно это не рекомендуется делать вы должны понимать рекомендуется закрывать потому что у лака действительно есть такой недостаток он очень быстро испаряется на воздухе естественно ту краску которую мы забываем закрывать для стемпинга она вся на лаковой основе она очень быстро выходит из строя ее приходится каждый раз разбавлять разбавлять краски для стемпинга можно и даже иногда нужно вот но там есть всегда предел сколько раз можно разбавить краску для стемпинга я очень часто разбавляю особенно эти когда какие-то мелкие мелкие надписи я чувствую что нет не снимается до рисунок на штампик это значит сто процентов просто краска чуть-чуть уже подсохла и ее можно разбавителем лака принципе любым у нас есть разбавитель и они тоже очень классный чуть-чуть под разбавить и тогда мелкий мелкий рисунок очень хорошо перекатывается и снимается на штампик так сейчас я предлагаю взять два цвета как я изначально хотела это sol full morning новая коллекция давайте сейчас выкраску покажу на чудесная прекрасная эта коллекция создавалась для базового ассортимента поэтому постарались колера сделать максимально ну как часто используемые делали в рамках трендов потому что один из таких трендов трендов очень много на этот сезон но есть такой очевидный тренд это тренд на пастель вот и пастели сейчас очень многое в одежде и в аксессуарах и в том числе в лаковых покрытиях поэтому колера сделаны в рамках тенденции но такие чтобы это можно было оставить в базовом ассортименте можно сфотографировать экран можно поштучно все это приобрести есть коллекция sol full morning 6 миллилитров бутыльки есть коллекция sol full morning где бутыльки 9 миллилитров у меня на столе вы видите 9 миллилитров теперь для градиента гель-лакового мы берем кисть специальную для градиента кисть специальную для градиента она у нас одного размера такая достаточно широкой но не пугайтесь я беру влажную салфетку это будет очень удобно так и поехали понятно что когда я вижу пастель первое что приходит в голову это сделать градиент многие делают градиенты при помощи акриловой пудры я в начале весеннего сезона постоянно показывала градиенты акриловой пудрой вот но все время говорю что мне все таки быстрее сделать без акриловой пудры я понимаю особенно вот новичкам у кого плохо с градиентом с перемешиванием вам с одной стороны и легче делать с акриловой пудрой ну по мне так лучше потренироваться набить руку и делать без акриловой пудры там знаете в чем смысл акриловой пудры одно неловкое где-то движение где-то пудры больше впитается и можно испортить красиво запиленный ноготь испортить архитектуру ногтей вот поэтому я не очень люблю акриловую пудру в крайнем случае я беру акриловую пудру для градиента если мне нужно сделать очень сложный градиент там 45 оттенков и цвета такие которые плохо смешиваются какой-нибудь там зайти темно-бордовый черный не сложно смешиваются в этом случае да я согласна чтобы жизнь себе облегчить я возьму акриловую пудру а так все-таки быстрее мне кажется вот работать без ничего самое главное подбирать просто по тональности по характеристикам гель-лаки очень похожи да вот кто-то пишет не очень удобно с акриловой пудрой нет на самом деле очень удобно особенно новичкам и особенно если цвета сложные вот я сама конечно люблю без ничего быстрее так немножко времени больше тратится ну и плюс архитектура архитектура очень легко зацепить где-то этой пудры будет больше где-то меньше особенно как знаете на миндальных ноготках незаметно а если это чистый квадрат блин обязательно где-нибудь она впитается большим количеством это будут какие-нибудь утиные носы вот я очень люблю ведь и влажную салфеточку так но достаточно в любом случае сейчас же еще стемпинг пойдет стемпинг он снивелирует если даже были какие-то где-то моменты все сделали вот а теперь мы так как фон градиент прокатывать будем слой дизайна при помощи просто однотонного цвета ну здесь вот например принципе можно взять сиреневый цвет до номер 11 также мы избавимся от дисперсионной пленки кто-то просто обезжирит кто-то просто пересушит потому что в принципе на дисперсионную пленку если она сухая лак ляжет в принципе ложится я вот тебе последний раз когда делала даже вот эти ногти я чтобы лишнюю толщину теклоса не наносить я когда делала стемпинг под nail crust я прямо на дисперсионную пленку делала так так еще раз поближе этот вариант покажу такие губки красненькие бы тоже они были красненькие хороши но в принципе сюда наверное даже розовый лучше так и теперь сиреневым коллекция пастельная в стемпинге и специально делали потому что я знала что у нас будет гель-лаковая коллекция пастельная поэтому и стемпинг сделали пастельный так теперь реверсивный стемпинг здесь можно ну давайте вот этот череп вот эту кошечку тоже будет хорошо очень классный вот эти элементы их когда еще и подкрасишь они какие-то более выразительные становятся на стемпинг нужно полюбить это факт потому что когда вы только его пробуете вас все бесит раздражает потому что все очень быстро сохнет вот на самом деле это все вырабатывает не качество стемпинга появляется только после того как вы наработаете количество часов отпечатывания ой 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 вот видите и у меня бывают какие-то вот такие моменты ничего страшного еще раз сейчас протру убираем лишнее и красим тогда красим белым лаком и нельзя сказать что я как-то сильно тут раскрашиваю да видите вот сейчас только что вижу что ухо под повредила поэтому видите стараюсь сильно вот так не касаться я думаю сильно видно не будет потому что лак предыдущий слой лака начинает растворять это факт поэтому раскрашивать нужно очень аккуратно по можно кисточку брать и дистанете у меня уже кисть так акулам стал он уже вся высохла но даже если в кисть очень плохая ничего страшного все можно раскрасить так знаете давайте розовым раскрасим да будет прикольно заяц тире череп ой тут бомбочка прикольная боюсь из тоже отпечатала сюда будет классно так сейчас я кисть другую даже если смотрите я до самих контурных деталей не дотрагиваюсь ну как научу страшного можно вот такими движениями не совсем прям идеальными раскрашивать самое главное чтобы это был подмалевок все и давайте сюда еще бомбочку сделаем здесь прикольно очень прям понравилось мне так если у меня совсем смотрите лак разорвался на ней но у меня жидкость не эми здесь купила жидкость какую-то в аптеке она не очень мне от нее вот так лак разрывается если поверхность вот такая сплошная но в принципе все равно классно то же самое как в предыдущем варианте я говорила здесь желательно перекрыть сначала топ слайдером а потом уже перекрываете любым другим финишем потому что лака очень много а блин зайца я хотела розовым сделать ну ладно да вы уже заметили ну забыла хотела розовым сделать было бы чуть повеселее ну пусть будет так эти как по-другому одни и те же элементы смотрятся когда мы делаем векторное когда мы их разукрашиваем совсем другое дело вот так делать достаточно быстро сейчас еще раз остановлюсь на стемпинге вот смотрите стемпинг это очень быстрый вариант дизайна на самом деле быстро но это когда знаете навык появился вы быстро все чистите быстро проводите быстро отпечатывать 5 быстрота моторики рук вырабатывается но она вырабатывается только когда когда вы сделали много-много раз повторений поэтому всем рекомендую освоить стемпинг это очень удобно но это вот просто крайне удобно плюс дополнять всякими штуками шармиконами дополнять это же просто как милое дело хотите давайте сейчас еще вариант сделаем со стемпингом но со слайдером какой-нибудь такой простой у меня здесь есть мои любимые колготки хотя можно брать не колготки например такой вот романтичный с текстом и очень часто люблю сейчас просто как раз весенне-летние варианты дизайна и вот просто с текстом неинтересно если мы возьмем слайдеры какие нибудь вишенки клубнишки цветочки будет очень малашно так ой кстати это вот мне кажется я здесь в эфире тоже показала видите тоже реверсивные только мы использовали другие пластины тоже прикольно так ну давайте также сделаем градиент 415 416 до розовый с голубым напишите кто очень долго осваивал стемпинг вот кому он все-таки дался но через такой вот труд что вот не получалось сначала потом все-таки вы пришли к результату есть здесь такие мастера так предлагаю как раз попробовать новые слайдеры такие вы хорошенькие прям вообще кайф я бабочки наверное отсюда возьму дам бабочки давайте отсюда вырежем все на белой подложке все элементы поэтому не переживайте будет даже если очень активный рисунок стемпингом будет виден хотя в принципе отсюда возьмем цветочек вот этот это оскар де лоренто я вчера делала обзор на эти два слайдера сделать сделала очень хороший прямой эфир в своем аккаунте я показала примеры о чем мы вдохновлялись это последняя коллекция оскар де лоренто было обязательно сходите посмотрите так стемпинг сначала стемпинг у нас идет но сейчас у нас такое не сильно оскар де лоренто здесь мы просто берем эти слайдеры если брать оскар де лоренто там было очень красивое сочетание девушек давайте сейчас даже покажу хотите возможно кто-то еще не ходил на мой аккаунт не смотрел сейчас я покажу вчерашний референс для вдохновения смотрите красиво просто восхитительное сочетание как раз слайдера мы брали вдохновляясь этой коллекции это весна-лето оскар де лоренто 2023 слайдеры есть уже на сайте не уже есть продажи так но мы с вами делаем чуть-чуть другой вариант так берем черный и сделаем такое письмо все здесь перекрываем тут слайдером чтобы уже приклеить слайдеры кто пропустил начало эфира показываю что у нас было в самом начале это было у нас с вами в самом начале обязательно пересмотрите эфир я его выложу в ленту наверное сегодня выложу так теперь берем наши слайдеры смотрите какой у меня классный вариант милая штучка это я здесь на кипре купила в магазине посуды красивой блин так удобно на место мало занимает скажите классно так так ну поехали так предлагаю делать предлагаю делать при помощи штампиком потому что слайдеры на белой основе лучше опечатывать именно штампиком видите так как они на белой основе все перекрывается идеально вот но нам если нужно сделать послойное нанесение слайдера на слайдер то мы сейчас берем ультрабонт обрабатываем первый слой слайдером теперь еще разберем топ слайдер перекрываем и тогда отпечатываем второй слой в данном случае это бабочки я делаю это смело я не боюсь что у меня крылышки поднимутся у слайдера потому что так часто происходит когда слайдер на слайдер вот если белая подложка присутствовала то это просто все дыбом встает вот и так я знаю что это дыбом ничего не встанет такой достаточно активный перегруженный вариант дизайна получился но это вам как пример послойной послойного дизайна сколько всего можно применить здесь возможно нужно было делать просто однотонный фон мне хотелось все все в один дизайн запихнуть сушим сейчас показываю ближе что у нас получилось вот что у нас с вами получилось всем большое спасибо за внимание обязательно пересмотрите эфир повторно всем пока пока что действует где действует сам Продолжение следует...